Доброе утро всем. Смотрите, какой хвост. Видите? Я тут читала, что птицы пока линяют, а он у меня линяет, не поют. Я уже позавтракала. Повалялась на диване, посмотрела видео. Все поделала, все стало скучно. Сейчас пойду с Чарли гулять. Наблюдаю там за соседями. Цветочки мои даже цветут. Ой, что тут за бабочка такая? Иди отсюда. Бабочки разные летают. Цветочки. В общем, буду собираться и поеду, наверное, на пляж. Там погуляем. Ну, как, в принципе, каждый выход с весенния в парк ходим. Там и погуляем. Мне там нравится. Вот не знаю, откуда, но Чарли уже знает, что мы едем с ним на прогулку. Может, он чувствует море или что. Вот он там лежал себя сзади спокойно. А сейчас он вот чувствует и сейчас еще подвывать начнет. Вот. Мне бы машину надо помыть, а то у меня такая жирная какашка на окне. Ой, смотрите, что это машина с лентами. А, нет, я уже думала, как это, знаете, в России свадебная. Вот велосипедисты меня просто бесят. Сегодня что-то особо много. Сзади там вообще непонятно, сколько человек. Десять ехало. И вот, видите, какая огромная какашка. К деньгам, к деньгам. Меня ждет огромная сумма. Сидит, облизывается уже. Вот откуда знает, не знаю. Я еще вчера, знаете, смотрю турецкий сериал. Вот. И прям на интересном месте таком останавливалась. Я обычно, у меня же режим, я в 12 иду в кровать. Но это не значит, что я усну в 12, я могу и до 2 проваляться и все такое. Вот. И, а вчера, думаю, да, я досмотрю, там прям интересный момент был. Турецкий сериал называется «В дребезге. Осколки». Очень интересный, мне прям нравится. Там, правда, серии дофига и больше. Но это мне тоже подходит, потому что, чтобы новые сериалы никакие не искать. Смотришь себе и смотришь. И, в общем, вчера я где-то, наверное, до полпят, до полперого смотрела этот сериал. И вы знаете, в 12 я гляжу, уже Чарли нет. Он ушел в кровать. Не знаю, откуда собаки знают время. Но у них вот они прям по режиму знают, что, например, в 8 надо вставать. Вернее, я встаю и он встает. Что в 12, вот по этой Олеге мы тоже гуляем. Что в 12 уже тоже ложимся спать. И он сам ушел. И такой улегся спать. Ой, я не могу и смех, и грех. Так, я вот там хочу припарковаться. И, наверное, с задом сдам. Видите, какая-то бурчатка. Чтобы мне не делать такую. Вообще маска это очень универсальная вещь. Вот, например, сейчас здесь у нас никого нету. На рот ее не обязательно надевать. Зато защита от солнца на голову очень даже ничего. Как вам такой новый лук? Мне очень удобно, знаете. Потом раз люди идут, ты прям ее хоп. И уже она у тебя на морде. Замечательная вещь. Замечательная вещь. Смотрите, у нас есть пляж с голубым флагом. Голубой флаг дают пляжам, которые... Ну, это как... Как это назвать-то? Ой, не знаю. Ну, выбирают, чисто пляж. Чисто ли, есть ли душевые. Есть ли туалеты, где переодеться. В общем, пляж высококласса, так скажем. Их в Испании не так много. Видите, написано вот. Бандерасуль. Вот, и вот один флаг принадлежит нам. Так что... Ну, я на этот пляж никогда не езжу, потому что здесь, не знаю почему, мне не нравится. А здесь вот у нас этот есть, где можно взять в аренду вот эти вот лодки, потом вот эти вот разные доски. И обучают детей также вот этим всяким... Когда ветер здесь вот с этими парашютами летают, ну, летают водные такие парашюты. Я, блин, эти все названия не знаю. Поэтому объясняю вам на понятном русском языке. Ведь понятно же, объясняю, правильно? Все, погуляли на море, посмотрели, идем убрать на народу, конечно, печалька. В прошлом году все было убито, забито. Народу была тьма. А сейчас херня на постном масле. И будем надеяться, что в следующем году с двойной силой все приедут к нам и будут отдыхать, спить, гулять, кушать. И все те рестораторы, которые в этом году вынуждены работать, как говорится, лишь бы оплатить свои расходы, а может быть и меньше. И в следующем году они что-то заработают. Потому что здесь, знаете же, как летом только работают вот эти все ресторанчики, барчики. А зимой что-то другое ищут. Конечно, обидно, жалко. Ничего не поделаешь. Ладно, не будем о плохом. Там очень жарко идти, поэтому я опять взываю в парк. И маски, маски. Ой, блин, прикпикну. Велосипедисты кругом атакуют. Триндец какой-то. И знаете они еще какие наглые? Велосипедисты. Если еще на машине, тебя могут остановиться, пропустить. Там видят, ты дорогу переходишь, не важно, что не в положенном месте, но все такое. И велосипедисты никогда не пропустят, никогда не остановятся. Еще на тебя так посмотрят и могут сказать, типа, нет, здесь нельзя ходить. Такие вот они противные. Думают, что дорога только для них существует. Едут по проезжей части, чуть ли не посередине. И ты за ним едешь еле. Тоже же ведь это аварийная ситуация. Там вот я вам показывала. Люди коконы. О, они уже с масками вон там. Они постоянно там собираются. И в каких-то вот этих тряпках. Сейчас вот я шла, они отдыхали в них. Как в гамаке. Что-то кружатся, вертятся. Кверх тормашками висят. Как эти вот гусеницы. В общем, не знаю, что они там делают. А, они, видимо, все уже. Может, какая... Какой вид йога. А там вот, видите, там у нас гольф. Гольфисты ходят. Это типа спорт жарить, да, гольф? Вот спортсмены такие. Идут, видите. Ой, устал. Устал. Жарко, конечно. Там вот мужик с зонтиком. У него колясочка эта. И вот идет, везет ее, значит. Покуривает под зонтиком и кайфует. Ой, устал, устал. Моя рыба. Жарко, душно. Видите, там как бы, как надвигается такой туман, не туман. Ну, у нас теперь вот только тенек вот такой. Мы в тенке пойдем. На солнце больше не будем ходить. Рыба моя. Видите, я останавливаюсь. И он останавливается. Люди коконы. В общем, я тут решила машину пойти помыть. Все-таки мне эта какашка прям очень не нравится. Она прям передо мной. И она меня очень смущает. Так как у меня... Я деньги с собой никогда не беру. Ну, нафиг они мне нужны. Потому что у меня вот в этой сумке маленькая лежат телефон, ключи и усе. Но у меня есть фишки, которые я покупаю. Там вот 7 штук за 5 евро. И вот они у меня всегда в машине. Поеду сейчас, по-моему. Надеюсь, очереди там нету. Кстати, у нас вот там вот на округу сидит эта девушка. И работает у нее древняя профессия. И ничего, ее никакой вирус не берет. Сидит бедная. Работает. А что делать? А как? Выживать надо. У нас, кстати, по телевизору вчера даже... Ну, на этой неделе прям часто говорили о таких заведениях, где работницы древние работают. И что эти заведения нужно закрыть. Потому что там тоже вспышки вируса. Ну, это естественно. Во-первых, это ночное заведение. Во-вторых, ну, не знаю. Какие маски? Какие маски? Ой, блин. Не, я просто... Девочки, я не разрадные мальчики. Ну, я как представлю, в маске и работают они, да? И такой ржач меня берет. А вас нет? Ой, не могу. Какой-то ветер. На пляже нет ветра. Хоть бы чуть-чуть бы подул. Обдул. А здесь в городе ветер. Странная погода. Ладно, поехал я машину мыть. Сейчас заедем за сестрой. И поедем по пивасику. К Васите. Давно не ездили, никуда не ходили. Сегодня пришло время. Мамочки, чуть не мандыкнулась. Хочу вам снять. Машины едут. А тут вот такие бордюры. Так, пока мы сестру там ждем. Сейчас пойду, там манго куплю. Видела манго. По 2,95, по-моему, килограмм. Он уже выцебунило десятку. Демотри. Наши манго. Смотрите, какие вкусные. Мы сегодня в ресторане. Там вот не видно. И сейчас мы посмотрим, что мы заказали. И пока это тапа такая. В общем, будем сейчас заказывать. Вернее, мы уже заказали. Буду показывать вам, что вы как. Ресторанчик, барчик. Это вот нам на первое принесли. Креветки стоят 90 евро килограмм. Ну, здесь, естественно, не килограмм. Это что-то они сегодня разошлись. Что-то у них там денег, наверное, много. Поэтому, а я уже пью это. Аквариус. А это я себе уже заказала. Жареную рыбу. Всем приятного аппетита. А это называется из печа. Это, знаете, сушеная килька. Вот такая вот. А потом жареная. С чесноком. Быстренько зажаривают. И с яйцом. Это выглядит не очень, но это очень вкусно. Теперь мы приехали в Соловринне. Смотрите. Оксашка. Оксашка. Хорошо. Сейчас посмотрю. Кофе попить. После вкусного обеда, не знаю, как везде, но в Испании обязательно должен быть десерт. Я там машину припендюрила. Потому что парковочных мест вообще нету. Ну и вроде ничего нормально. Стоит. Пойдем в кафешку. Ой, как пахнет вкусно костром. Смотрите, какой день. Прекрасный. Все в масках. Все. Я в том числе. Мы тут на дачу к родственникам приехали. Они тут еду готовят. Представляете? А, мы уже поели. Смотрите. Инжир. Ох, бляха, мух. Чуть не свалился. О. Спелый. Наверное, его просто не заметили. У них такая палка специальная есть. Там бассейн. Лимоны. В общем, тусовка, тусовка. Тусуемся дальше. Гранаты. А, кстати, я видела, у них на столе лежат уже гранаты. Надо один взять. Смотрите, какой огромный бассейн. Ну, я вам уже показывала. Эти гранаты очень вкусные. Надо тыпзить один. Ну, или два. Где-то сказали, что тут у них мангу есть, они посадили. Я там начала воровать инжир, гранат. Они говорят, мангу еще есть. Они только его посадили. А где же оно? Я говорю, не, я купила. Там два у меня спелых были. Были и есть. Сейчас в машине полежат, вообще будет спело. Вот это бананы, кстати. А где они есть, мангут? Бананов, наверное, нет. Нет, бананов нет. Почему-то. Не странно. Почему нет бананов? О, гляньте, какой-то женьшир. Ой, ген червивый прям весь. Вот почему мне не нравятся такие вот. Они прям червивые бывают. Очень много. Эку, как это? Не эку, а... Ну, эку, наверное, да? О, органик. Органик. Раз червями, значит органик. В общем, не знаю, где у них мангу. Сейчас пойду спрошу. Смотрите, какой гриб. Она такая. Почему? Если бы не носу. Нет, это нос она. Извините, она она. Это... Как они? Айва. Айва. Представляете, найдешь что-то. Ага, как я тут найду? Смотрите, нашла. Ага, найдешь тут разве? Мир. И есть у мира Станцеко. Да. И есть у него плохой. Correct. Потому что он его сухит. Также он может быть уникальным. Если он плохой, он может быть уникальным. Это очень хрестивый. Да. Ага. Ага. Ты ты что-то прочитал. Ага, пока не прочитал. Ага, пока не прочитал. Ага, пока не прочитал. Не прочитал. И не уходи? И уходи? Ага. И уходи? Да. Уходи, уходи. Да. Хорошо. н и фори это eral вот и то он не а и он он вот да Здесь не падает петля в голове и... Нет, здесь не падает. Где-то? Нет, потому что в деревне не падают. И это для сейта? Серьезно, ты меня видишь? Но ты что, ты будешь изучать? Нет, я буду изучать, но... Конечно! Посмотрите, что есть. Рибочки. Рибочки. Но эти не нужны для ничего. Нет. И эти стены? Я не знаю, я думаю, что они мадридеры. Кто-то живет здесь, да? Угу. Для ребенка это очень круто делать здесь. Манго, как оно пахнет! Вот это уже после завтра, наверное, может даже завтра... В общем, два спелых есть, которые я купила сегодня. Еще вот такие финики. Финики я же, да? Финики тоже купила. 3,50 стоит. Это мужу. Такие вкусняшки. Говорят, очень вкусные. Это просто, вот видите, с ветки вот так прям сорваны и все. Натуральный продукт. Гранаты привезла вот сейчас с дачи. Чуть-чуть открыты. Лопнул даже. И вот инжир немножко. Четыре штуки. В принципе, я больше не хотела. У нас завтра намечается кое-какое мореприятие. Думала, достала мясо, чтобы сделать фунчозу с мясом. А это оказались кости. Ну, я их сейчас замариную. И получится у меня... Тогда на послезавтра кости буду есть. Как раз попробую соус. Помните, я покупала... Торияки, что ли, они называются. Это до острости у меня еще есть. Остричный соус. А где остальное тут? А, вот. Что-то моего сломает у меня. Точно сломает. Или я сломаю. Вот такой вот соус торияки. Специально, чтобы для маринада. Попробую. Замариную. Только что-то мне кажется, что эта тарелочка маловато. Для этого. А, я, может, просто даже, знаете, сейчас это и в пакет запихаю. Точно. Так, и сделаем. Устаю я от этих всяких мероприятий. Вылезных. Так что сейчас я... Мясо надо замариновать, потому что оно... Размариновалось. Ой, разморозилось. И... Тохнуть начнет. Поэтому пускай тохнет в соусе. Просто всякие специи добавлю. Вот этот соус. Остричный тоже добавлю. У меня тут есть. Может даже... Я думаю, что хватит. Может быть чуть-чуть горчички. Или уж азиатский, так азиатский. Правильно? А то и горчица, и остричный. Что это, наверное, будет перебор. Сейчас попробую, посмотрю. Ну, пахнет вкусно. Все, закрываю и будет... С овощами, наверное, сделаю. Но это будет все послезавтра. Если вы думаете, что сегодня готовки не будет, то вы глубоко ошибаетесь. Та-дам! В общем, у нас завтра намечается мероприятие. Я долго думала, что бы мне приготовить. Хочется что-то такое. Но мы завтра кое-что будем готовить. Так что, если вы не подписались, то обязательно подписывайтесь. Вот. Потому что будет интересно. Вот. И я сейчас просто в инстаграм лазила и увидела вот такую вот закуску из баклажан. Но у меня бы один баклажан небольшой был. О, Боже мой. Это у нас как телевизор выключается. Он немного сломан. Поэтому сам включается. В общем, я сделаю еще из кабачков тоже туда кабачок добавлю. И зелень. Из зелени у меня вот такой вот лук и укроп. Больше ничего нету. Вот. Ну. Думаю, и так сойдет. Сметана еще нужна. Соль, перец там. Приправ, кстати, у меня есть для... Блин. Где-то мне еще там надо было приправ найти для овощей. Их совсем чуть-чуть осталось. Вот. Так что вот. Может быть и вам понадобится. Смотрите, просто обжариваем баклажаны, чтобы они были... О, еще вам показываю. Чтобы они были просто мягкие. У меня вот уже и поджаренные даже. Пока у нас там все обжаривается и горит, делаем соус. Нарезаем зелень, лук в мисочку такую. Вот такая сметана. Блин, хорошая вкусная сметана. Вообще классная. Ложка стоит. Добавляем и все это смешиваем. Смотрите, какая хорошая сметана. Вообще вкусная. Попробовала. Солим по вкусу. И все, соус готов. Форма. Ага, форма от подмороженного. Вы знаете, зато выбросил ее потом и все. И не надо париться. В общем, мы выкладываем наши овощи слоями. Вот так вот слой. Кабачков или что там у вас есть. Баклажаны. И слой соуса. Ммм. 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 мере на 10 дней сижу под вентилятором вот ну все друзья на сегодня у меня вот такой вот влог всего там у меня понемножку надеюсь что вам понравилось жду от вас лайки комментарии и встретимся с вами завтра будет интересно всем пока пока до завтра